Вы слушаете канал жаж.клаб. Человек, который знал все. Глава 51. Побег из клетки. Кому ты хочешь помочь, идиот, в голове Стивена весь день шла борьба. В лаборатории отца кто-то сотворил что-то с неизвестным ему человеком. Желание проучить отца было выше всего, поэтому он проскочил мимо охраны и своровал карту-ключ от этого крыла. Но что сделали с этим парнем? Он кажется, жутким. Нет, не жутким, скорее диким, словно мальчик Маугли смог выучить речь и пытается сейчас социализироваться. Но было что-то в незнакомце животное. Повадки, манера ходьбы, прислушивание к шагам. Наверное, этот незнакомец даже отчета себе не отдавал, что он обнюхивает воздух, как собака, так, как говоришь, тебя зовут. Пол. Непринужденно спросил незнакомец, я не говорил, осторожно ответил Стивен, да не бойся ты. Меня Пол зовут. Он протянул жилистую волосатую руку Стивену. Тот секунду на нее посмотрел и неуверенно протянул свою в ответ, Стивен. Пол сжал его руку в ответ. Слишком сильно. Но Стивен не подал виду, я понимаю, что лезу не в свое дело, но почему ты хочешь отпустить отцу? Пол был прям как бронепоезд, который несется на всей скорости. Вопрос, на который четкого ответа не было. Если это попытка расположить к себе, то не надо. Мы выберемся из этого муравейника и распрощаемся. Последняя фраза была произнесена чересчур резко. Но Стивену было плевать. Он знать не знает этого человека. Слушай, мне нужно увидеть Марка. Прежде чем мы сбежим, вдруг резко выпалил половину, понимаешь? Я должен последний раз взглянуть на него. Ведь я сбежал из его клетки. С ума сошал. Здесь везде охрана. Я вообще удивлен. Как смог пробраться через этот кошмар? Ты уже его победил. Понимаешь? Все. На этом точка. Если полезешь обратно, я тебя прямо здесь брошу. Звездочка, звездочка, звездочка. Солнечный свет пробивался сквозь серые тучи. Город казался таким чужим сейчас. Пол не видел эти улицы уже очень давно. Привычка жить в лаборатории отрезала его от внешнего мира. Морозный воздух обжигал щеки. Наконец-то кислород. Он набрал полной грудью воздух и с непривычки даже закашлялся. Стивен наблюдал за ним и его поведением. Пол это затылком чувствовал. Пол боялся, что этот Стивен лишь издевается над ним. Вот-вот из-за угла выглянет Марк и рассмеется, как в тот раз. Будто он позволил ему сбежать. Его личный круг ада. Он не выберется. Когда свобода так близка, остается лишь пролезть через щель в заборе и сбежать. Но, куда бежать? Домик на озере его бывшей подруги Мэган. Она вроде как говорила, что он заброшен. Продолжение читайте на сайте жаж.клаб.